Все идеально! Никакой мороз, ветер и снег не страшны березняковским спортсменам. Сегодня на поле только сильнейшие. Для определения финалистов в Березняках футбольные матчи проводились с 11 декабря. В турнире участвовало 7 команд. Были в основном представители заводов. Это команда «Азот», «Уралкалий», «ВГСО», были гости из Соликамска. Сегодня были финальные игры. То есть три команды участвовало в финале. Команда «Олимп», команда «Азота» и команда «ВГСО». Да, это сильнейшие три команды. Они доказали своим мастерством. Ну а битва за победу, как и полагается, самая горячая. Сражаются команды «Олимп» и «ВГСО Урала». Все супер-профи, но, как отмечают сами игроки, зимний футбол – игра непредсказуемая. Поле не идеально ровное, поэтому шанс выиграть есть у каждой команды. А награждает сегодня победитель и депутат-калищик Юрий Горошко. Тоже, кстати, заядлый футболист. «Олимп!» Получается памятный кубок и винария. Вот они, победители. Семь игроков и вратарь. Команда «Олимп». В финале обошли соперников со счетом 3-1. Аплодисменты и заслуженные поздравления. Ну, мы, в принципе, одним составом играем уже на протяжении многих лет, больше 10 лет. И, как бы, сыгранная команда добавилась парочку новичков. То есть, как бы, команда уже сформировалась и давно играет вместе. Думаю, за это был успех. Важно отметить и то, что нынешний зимний турнир был посвящен памяти Николая Алексеевича Ляху, имя которого знает каждый местный футболист. Легенды березняковского спорта не стало год назад. Неплохой турнир. Качество турнира неплохое. То есть, борьба. Почтили память человека, ветерана нашего города. Внес вклад, так сказать, в развитие футбола в нашем городе. Очень большой. Несмотря на холод и непростые условия игры, команды, дошедшие до финала, выложились на максимум. Показали крутой уральский футбол. Зрелищное спортивное событие состоялось благодаря поддержке компании «Уралкалий». Между тем, организаторы сообщили, что такие турниры точно станут доброй традицией. Чему наши футболисты, конечно, очень рады. Елена Катаева, Кирилл Яранцев. Наши новости.